Это явление зародилось в Италии, существовало в Америке и, наконец, достигло России. Кто такие современные российские мафиози? Они были лучшими друзьями и за каждым стоял свой уголовный клан. Но однажды деньги превратили их в смертельных врагов. Малиновые коджаки, шестисотые мерседесы и золотые цепи. Казалось, эпохи абсолютного бандитского могущества не будет конца. Баклами зря не будут, чтобы было все зачипато. Давай спасали. Жилка против чайников, Хайдер против дракона. История противостояния двух крупнейших мафиозных империй. В документальном проекте особо опасен. Гангстерские войны. Вторая серия. Смотрите прямо сейчас. К середине 80-х годов прошлого века Казань разделилась на районы, которые контролировали подростковые банды. К началу 90-х годов молодежные объединения трансформировались в хорошо вооруженные преступные группировки. Крупнейшая из них, Жилка, начала захватывать один район за другим. Лидер Жилки, Хайдар Закиров по кличке Хайдер, потребовал создания единого общака и захотел сам его контролировать. Хайдера поддержали 18 группировок, но 16 категорически отказались. Главарь ОПГ «Чайники» Дракон, который возглавил оппозицию, стал злейшим врагом Хайдара Закирова. Противостояние Хайдера и Дракона привело к крупнейшей гангстерской войне. Своих детей главарь отправили за границу, подальше от автоматных очередей. Их жен, которые панически боялись похищений, сопровождала многочисленная охрана. Не проходила и недели без выстрелов и нападений. Бандиты истребляли друг друга в ресторанах, на улицах и даже в больницах. Вскоре на кладбище Казани выросла аллея павших героев. В начале 96-го года Дракону удалось выведать адрес тайной квартиры Хайдера в Санкт-Петербурге. Наемные убийцы поджидали лидера жилки около лифта. Как только кабина остановилась, они открыли шквальный огонь из автомата. Но Хайдера закрыли своими телами охранники. Ему удалось выжить. Здравствуйте. На канале НТВ программа «Особо опасен» и я, Сергей Авдиенко. Многолетняя война между Хайдером и Драконом обескровила обе группировки. Но никто из смертельных врагов не собирался сдаваться. Как религиозные фанатики они решили идти до конца. 1996 год. Санкт-Петербург. После расстрела в лифте Хайдер был едва жив. Лидер жилки очнулся в реанимации. И первое, что произнес, это дело рук Дракона. Но логово главаря чайников, московская гостиница «Севастополь», была неприступна. Требовалось узнать, когда он осмелится сделать вылазку и куда поедет. Убить Дракона. Этот приказ бригадиры Хайдера получали в ежедневных. Наконец, разведчики сообщили. Из-за границы едет на каникулы малолетний сын Дракона. Вероятно, в Казани он будет вместе с отцом. Убийц обоих мгновенно отреагировал Хайдер. 1996 год. Казань. Убийцы затаились возле дома Дракона. На исполнение замысла у них были считанные секунды. Именно столько требовалось лидеру чайников, чтобы покинуть машину и пройти несколько шагов до подъезда. Боевики Хайдера знали. Дракон, тем более сыном, обязательно будет в сопровождении охраны. Тем не менее, как только громадный автомобиль припарковался рядом с домом, они пошли в атаку. Кушание такое, скажем, тоже не совсем ведь ординарное. Видя, что человек не один. Тем не менее, решили свое задание выполнить до конца. Выстрел предвели, и не один. Дракон выжил благодаря бронежилету, с которым не расставался ни днем, ни ночью. И все же несколько пуль достигли цели. Лидеру чайников покалечили ноги. С тех пор он навсегда стал инвалидом. По оперативной информации, киллеры Хайдера скрылись в Севастополе. Вы видите съемку украинских милиционеров. Наемные убийцы жилки дают показания. Они категорически отрицают причастность к нападению на дракона. И утверждают, что приехали в Крым на лечение, поскольку страдают хроническими заболеваниями. С какой сервисом выжил? Лечиться приехал у меня. Санаторий, строитель. Где дорога? Торгсервис, грузчик. По истечении трех суток всех болезненных курортников пришлось отпустить. Свидетелей и реальных доказательств у сыщиков не было. Оставалось только одно. Продолжать собирать секретную информацию о группировке жилка. Огромная бандитская структура под названием жилка являлась четко отлаженным механизмом. За финансирование империи Хайдера отвечал Юрий Марухин, крупный казанский авторитет. В его задачу входило собирать дань из подконтрольных предприятий, решать спорные вопросы с бизнесменами. С началом войны Хайдер сформировал ударные группировки киллеров. Наиболее мощными из них стали бригада Исламея и бригада Арнольда и Жорика. В их распоряжении были новейшие образцы оружия, любые автомашины и тайные съемные квартиры. За три года противостояния они отправили на кладбище десятки бойцов дракона. Хайдеру не удалось избавиться от драконов. Зато выйдя из больницы, он осуществил другую свою мечту. Рядом с домом построил ресторан. Именно здесь отныне проходили сходки-жилки. Хайдер назвал его именем своей жены, Резида. Этот ресторан охранялся нисколько не хуже, чем этажи дракона в гостинице «Севастополь». Дракон передвигался на костылях. Главарь чайников приказал заплатить любую сумму тому, кто назовет тайный адрес Хайдера в Санкт-Петербурге. Дракон получил ценную информацию от своих осведомителей в группировке «Жилка». Она подействовала на него лучше всяких лекарств. Теперь он снова знал адрес очередной конспиративной квартиры Хайдера в Петербурге. В город на Неве отправилась команда ликвидаторов. 1996 год. Санкт-Петербург. Снайперы дракона заняли позиции на крыше. Четверо автоматчиков спрятались в подъездах и кустах. Связь поддерживалась по рации. Когда машина Хайдера въехала во двор, снайпер прицельным выстрелом устранил водителя. Машина осталась непроблемой, остановилась. И в это время машина остановилась именно в том месте, где ей нужно было. И в это время открывает перекрестный огонь уже из ближайших кустов, из подъездов. И получается, Хайдер и его телохранители, они, значит, оказались, так сказать, перекрестным огнем. Никто никогда не узнает, успел ли Хайдер в последний миг своей жизни пожалеть о кровавой войне, которую он развязал. Скорее всего, нет. Лидер жилки умер с пистолетом в руке, нажимая на курок, пока были силы. Но в его тело вонзились десятки пуль. На этот раз автоматчики Гракона не промахнулись. Каким бы авторитетным ни был лидер, какими бойцами он ни владел, но если он переходит интересы какой-то, может быть, даже, пусть даже небольшой группировки, если эта группировка выступает решительно, в таких случаях этого криминального авторитета ничто не спасет. Могущественный лидер бандитской империи отправился в родную Казань в Цинковом гробу. Туда, где уже лежали под гранитными плитами сотни бойцов его группировки. Эти кадры сделаны сотрудниками милиции в штатском. Хайдара Закирова выносят из подъезда его дома на улице Гудаванцева. Обратите внимание на людей в черных очках. Это боевики-жилки. Проводить Хайдара в последний путь пришли все без исключения. Кроме бандитов, на похоронах много обычных граждан, в том числе женщин с детьми. Как истинный мафиози, Хайдар смог добиться уважения среди малоимущих соседей. За годы своего правления он многим оказал помощь продуктами, одеждой, небольшими судами. Впрочем, на самом кладбище случайных посетителей не было. Едва тело Хайдара скрыло земля, над его могилой зачитали длинный список врагов. Номером один в расстрельном списке значился дракон. В тот же вечер состоялась сходка жилковских авторитетов. Предстояло выбрать нового лидера, достойную замену Хайдара. Вверх одержал Ислам Галимзянов по кличке Исламир. Он сходил с того, что надо продолжать этот конфликт и эту бойню. Но нашлись и сторонники мира. Бригадир Олег Трубачев по кличке Труба заявил. Теперь, когда Хайдара не стало, дальнейшая война бессмысленна. Исламей промолчал. Прошло три дня. Квартира авторитета Трубачева напоминала бункер. Входная дверь была бронирована. В подъезде и на лестничной площадке стояли видеокамеры наблюдения. Но Трубачев сам открыл дверь убийцам. Ведь на пороге стояли его лучшие друзья, боевые товарищи. Арнольд и Жорик. Спустя секунды раздались выстрелы. Вместе с Трубой погибла и его подруга. Явушку расстреляли в кровати, как ненужного свидетеля. Нерушимая бандитская дружба – это миф, выдуманный билетристами. Трубачев более десяти лет верно служил Хайдару. Был тяжело ранен в криминальной войне. Но как только он посмел возразить, его тут же убрали. Новый лидер жилки Исламей старался во всем превзойти Хайдара. В том числе и в жестокости. Далее в программе. Хайдар умер, но дело его живет. Исламей готовит ответный удар. Бандитская шапка Мономаха оказалась ему не по размеру. Война до победного конца. Трусов и капитулянтов расстреливают. Но внутри бандитской империи уже зреет тайный заговор. В тайне был оглашен список людей, которые подъявляют ликвидацию. Как убрать мафиозного короля? Оперативников пермской милиции используют вслепую. Жилка, взлет и падение крупнейшей банды – переходные эпохи. В документальном проекте особо опасен. Гангстерские войны. Вторая серия. Смотрите продолжение через несколько минут на канале НТВ. Незадолго до смерти Хайдар сказал, «Благодаря Исламею мы выиграем нашу войну». Эта фраза была признана официальным завещанием основателя Жилки. После гибели Хайдара Исламей возглавил преступную империю. Но жизнь доказала обратное. Бандитская шапка Мономаха оказалась ему не по размеру. Но обеспеченный лидер не продержался на воровском троне и года. В ресторане Резида состоялась сходка авторитетов Жилки. Именно здесь в память о погибшем лидере обсуждалась политика. Так на своем жаргоне бандиты называли подготовку убийств. Исламей, сменивший Хайдара, снова и снова требовал крови дракона. Тех, кто не соглашался, он возился расстрелять на месте. В конце концов, Юрий Марухин, личный бухгалтер Хайдара, организовал тайный заговор. Зать фокусов от того, кто неуправляемый, никому не хотелось. Созрелое мнение, что пора с ним заканчивать. Исламею сохранили жизнь. Но его попросту сдали сотрудникам милиции. Когда лидер Жилки приехал за своей долей на одно из предприятий Перми, его арестовали за вымогательство. Из дипломата Исламея изъяли миллион долларов. И он там был привлечен как 10-й поголовный. И был осужден. На сходке в ресторане Резида многие говорили о необходимости закончить кровопролитную войну. На криминальный трон вместо импульсивного психопата Исламея избрали хладнокровного и жестокого авторитета Юрия Марухина. Через несколько дней новый главарь позвонил дракону и заключил мир. Кровопролитная война закончилась. Но в ней не оказалось победителей. Только по официальным данным потери с каждой стороны составили не менее 50 человек. На самом деле погибших было гораздо больше. Об этом свидетельствуют многочисленные гранитные монументы на Казанском кладбище. Группировка дракона отстояла свою независимость, но сильно ослабла. Война истощила ее финансово. Организованное преступное сообщество Жилка после убийства Хайдера практически развалилось. Из 18 группировок в нем осталось только 5. Контроль над Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем был утерян. Новый лидер Жилки Марухин не грезил о завоевании всей России. Когда-то могущественная империя Хайдера распалась на отдельной части. Но за свой кусок города Марухин готов был стоять до конца. Из колонии освободился Александр Навалов по кличке Навал. Он был ближайший друг Хайдера. Он стоял у истоков образования татаглопировки. Имел очень большой авторитет. Навал представлял смертельную опасность для Юрия Марухина. По своему статусу и авторитету он мог легко сместить его с поста лидера Жилки. Наемный убийца Алексей Снежинский входил в бригаду Арнольда и Жорика, которые поручили ликвидировать Навал. Вот как киллеры для себя решили моральный вопрос убийства одного из основателей криминальной империи. Лидера нету, а за ним уже наверху один человек, пирамида. За ним вот тут трое-четверо вроде бы одинаковых. Хотя же одинаково начинают кто из них главный. Уже начинают друг друга хлопать. Арнольд и Жорик три часа дежурили у ночного клуба. Когда Навалов наконец появился, в него открыли огонь из автоматов. Вместе с Навалом погибла женщина. Прошло три месяца. Война с драконом осталась позади, убивать было некого. Для киллеров это означало одно. Они лишились заработка. В надежде на большие гонорары они отправились в Санкт-Петербург к своему давнему приятелю Артуру Якупову по кличке Акула. Акула, который обосновался в Санкт-Петербурге, в материальном деле занимался тем, что как бы был диспетчером по заказным убийствам, то занимался именно организацией заказных убийств. Якупов испугался, что Арнольд и Жорик захватят его доходный промысел и под благовидным предлогом убедил их вернуться в Казань. На самом деле Акула начал готовить убийства своих вероятных конкурентов. С целью их ликвидации нужно было сначала их выселить, что он и предпринял с помощью троих молодых людей. Эту видеокассету впоследствии изъяли сотрудники милиции. На ней видеозапись, сделанная людьми Акулы. Слежка за Жориком и Арнольдом ведется из машины. Там аккуратненько, камеру сейчас не свали. И все-таки осторожность не помогла. Вот сейчас, в этот момент, Жорик и Арнольд замечают слежку за собой, но не подают виду. Садятся в машину и уезжают. Они ведут себя, как настоящие шпионы-профессионалы и незаметно готовят ответный удар. А крутые шляпки. Давай, бой. Подосланных Акулой бандитов аккуратно выманили на безлюдный пустырь. Там их ждала засада. Что я не делаю-то? Он сейчас заседает. Девочки, давай! Девочки! Это последние кадры, которые бесстрастно запечатлела упавшая видеокамера. Людей Акулы выволакивают из автомобиля. Пленников доставили на дачу лидера жилки Марухина. Арнольд и Жорик хотели знать, кто посмел организовать за ними наблюдение. Одного из пойманных казнили еще до начала допроса. Там один был в фоне. Ну, губ пришел. Губ пришел прямо в машине и его пристрелить. Даже его не пытали. То есть одного из троих убили сразу? Да, да, да. Не пытали? Да, да, не пытали. Добиваясь ответа, лидер жилки Юрий Марухин погрядил себе кисть правой руки. Вскоре Якупова Акулу по наводке из Казани арестовала московская милиция. Съемную квартиру жилковского авторитета штурмовал спецназ. Людей Акулы, оказавшихся в руках Марухина, ждала куда более страшная участь. После того, как они во всем признались, их жестоко казнили. Среди убитых был 18-летний Рустем Глюмов. Родная мать даже не подозревала, что ее сын подручный питерского авторитета. Юрий Марухин устраивал на своей даче невиданное изверство. За свою кровожадность он заработал прозвище «Мясник». Но одной жестокости мало. До Хайдера с его ярким криминальным талантом ему было далеко. Далее в программе. Бунт отверженных киллеров. Они требовали красивой жизни, а взамен получали зарплату инженера. Жорик в полу гнева кричал на всех завалим. Исламеев выходит на свободу. Он не забыл тех, кто его предал. Но бывший лидер уже лишний на новом празднике жизни. Жизнь в обмен на показания. Наемный убийца готов сдать легендарную банду. Тебя хотят убить, ты ведь никому не нужен. Тебя тоже на номер вас хотят. Аресты, обыски, засады. В Казани начинается беспрецедентный уголовный процесс. Жилка, взлет и падение крупнейшей банды переходной эпохи. В документальном проекте особо опасен. Гангстерские войны. Вторая серия. Смотрите продолжение через несколько минут на канале НТВ. Наемный убийца – это профессионал, который почти никогда не возвращается к обычной жизни. Когда многолетняя война между преступными кланами закончилась, ударная группировка жилки бригады Арнольда осталась не у дел. Эти люди могли зарабатывать на жизнь только одним способом – заказными убийствами. Арнольд и Жорик оказались на мели. За прошлые боевые заслуги им выплачивали всего 3 тысячи рублей в месяц. Между лидером Жилки Марухиным и его подчиненными назревал конфликт. Жорик в полугнева кричал, ну, я всех завалил. Лидер Жилки воспринял угрозу всерьез. Арнольду и Жорику назначили встречу в ставке группировки «Ресторане Резиде». Обещали решить финансовый вопрос, а на самом деле тщательно готовили их убийство. Вероятно, профессиональные киллеры почувствовали свою смерть. Алексей Снежинский, друг Федотова, хотел сопроводить товарища, но Жорик запретил. Я говорю, сейчас я денусь, мне не надо, я говорю, да, оставаюсь дома. И такой смотрит на меня. Ну, там лица на нем не было, вообще лица нет. Он такой мне говорит, ладно, Леш, может, у тебя, говорит, что-то получится. И уехал. Почему Арнольд и Жорик, предчувствуя свою смерть, все же отправились на встречу с Марухиным? Каждый понесет смерть там, где он должен понести, все. Может, там внушно было слышно, он поехал, умер, все, пришел вот час. Хватит бегать на землю. Скорее всего, Арнольда и Жорика убивали не менее десяти человек. Истины установить не удалось до сих пор. После того, как они посетили этот ресторан, значит, уже отсюда они не вышли. И больше их никто не видел. То время они считаются, что были пропавшие. 2000 год. Казань. Марухин сильно пожалел, что расправился со своими лучшими бойцами. На свободу вышел Ислам Галимзянов по кличке Исламей. Тот самый, который возглавил жилку после убийства Хайдера, но был подставлен своими дружками и оказался в тюрьме за вымогательство. Исламея требовалось срочно устранить. Видели жилоплощадку готовить Снежинского. То есть всех претендентов, только он там был способен. Аначе они вербуют его на свою сторону, именно готовят для убийства Исламея. Отказаться от предложения Снежинский не мог. Он знал, подготовка ведется секретно. Если он не согласится, его самого ликвидируют. Однако оплошность Снежинского продлила Исламею жизнь на несколько недель. Я его Исламею не видел никогда. Фотографию показали. Вышел Исламей. Там говорит, он будет одет в драповом пальто, в кепке. Вышел Исламею в драповом пальто, в кепке. Сел в свою машину, за руль из своего подъезда вышел. Ну, убили Исламея. А это его братишка был младше. Второе покушение прошло без осечек. Исламею подошли сзади, когда он сидел в машине. Скорая приехала через несколько минут, но спасти Галимзянова оказалось невозможным. С тех пор лидеры жилки держали Снежка в резерве. Стали заботиться о его постоянном заработке. Подкидывали заказы на убийство в других городах. Так, осенью 2000 года Снежинский помог криминальным авторитетам Ростова-на-Дону наказать дерзкого бизнесмена. Тот отказывался платить дань. В 2001 году Снежок ликвидировал одного из преступных лидеров города Орска Оренбургской области. Десять лет лидеры жилки безнаказанно отдавали приказы на убийство. Сейфы сотрудников милиции были переполнены оперативными сообщениями об их преступлениях. Но впервые за многие годы появился реальный шанс реализовать эти материалы в суде. По своим каналам сыщики узнали, на Снежинского готовится покушение. Они успели первыми разыскать Снежка и предложили ему сделать выбор. Либо умереть от пуль бандитов, либо начать сотрудничество со следствием. Я вот сюда приезжаю, мне человек говорит, тебя хотят убить, ты ведь никому не нужен, тебя уже на ноль у нас хотят. После первых же его показаний начались аресты. Были истребованы многочисленные уголовные дела из числа ранее приостановленных. Были проверены проверочные материалы, отказные материалы, дела оперативного учета. Материалы в том числе и секретные на членов преступного сообщества. Уголовное дело достигло рекордных размеров, более сотни томов. На скамье подсудимых оказались 16 руководителей жилки, во главе с лидером Юрием Марухиным. Когда он осознал, что деньги ему не помогут, то настойчиво потребовал суда присяжных. Вскоре его мотив стал понятен. Оставшиеся на свободе члены банды смогли внедрить в число присяжных своего человека. Тайно он начал обработку остальных заседателей, но его вовремя выявили. Когда план Марухина провалился, на свидетелей началось вешенное давление. К свидетелю подходят, говорят, что ему или вообще не надо ходить в суд, или же если он пойдет, ему надо изменить показания. В противном случае может быть плохо как ему самому, так и члену его семьи. Рассмотрение беспрецедентного уголовного дела завершилось лишь в октябре 2005 года. Авторитеты и киллеры жилки получили от 17 до 21 года лишения свободы. Последний лидер группировки Марухин – пожизненное заключение. Но матери убитых мальчишек, которых сделали бандитами и использовали в криминальной войне, готовы были растерзать осужденных в зале судами. Эти бандиты отняли моего самого дорогого, убили моего сына. Я не могу больше говорить. Смотреть не хотела. Я хотела думать. Я работала тогда в оргсинге, я бы взрывчатку, что ли, взять. Ну, как-то с фото, что ли. Фирмен. На них хотела бросать. И все же не все преступники понесли наказание. Бригадиры жилки Владимир Захаров и Рек Сиразов сумели скрыться незадолго до прихода милиции. На их совести ни одна человеческая жизнь. Криминальные бригадиры Захаров и Рек Сиразов надеялись. Обвинительный приговор лидерам жилки, как и в прежние времена, вынесен не будет. Дело рассыплется в суде. Но эпоха малиновых пиджаков, шестисотых мерседесов и абсолютного бандитского могущества осталась в прошлом. Сегодня эти люди изгои. Вглядитесь в их лица. Эти преступники вооружены и особо опасны. По обвинению в бандитизме и убийствах разыскиваются. Захаров Сергей Васильевич, 72-го года рождения, кличка Захар. Рост 170 сантиметров, телосложение атлетическое, глаза зеленые, волосы черные, может носить усы и бороду. Сиразов Ирек Акзамудинович, 70-го года рождения, кличка Шеф. Рост 175 сантиметров, телосложение полное, глаза карие, волосы черные. Это была программа «Особо опасен». Мы рассчитываем на вашу помощь. До встречи ровно через неделю.